Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый, добрый день! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, новая неделя, очередной понедельник, вновь в жизнь возвращается на привычные, как мне хотелось бы верить, круги. И вот по поводу этих привычных кругов мы и говорим сегодня. И, как прочим, делаем это и каждый день в это время, в 15.00 наш разговор о ситуации на финансовых рынках. Итак, тема сегодняшней программы. Нетипично позитивный май на рынке акций, но имеется в виду глобальный рынок акций прежде всего. Ну и отечественные, собственно, площадки не так уж и разочаровывают. Так ли это? Так ли это? А может и как-то иначе. Это тема нашего сегодня обсуждения. И я представляю моих гостей в студии Сухого Остатка. Андрей Верхоланцев, начальник экономического отдела управляющей компанией «Капитал». Добрый день, Андрей. Добрый день. И Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела «Промсвязь банка». Добрый день, Олег. Добрый день. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Все это вам может пригодиться для того, чтобы задать вопрос моим гостям, либо поделиться собственным мнением на этот счет. Ну и начиная наш эфир традиционно ежедневно, мы вначале рисуем картину маслом. Итак, 15.06 в Москве. Что же происходит в этот, конкретно в этот момент на финансовых рынках? Ну, не надо забывать, наверное, да, предыдущая торговая сессия, пятница прошлой недели и вновь исторический максимум по S&P 500. Красотень. Так, что происходит сейчас? Азия закрылась в плюсе. 9 десятых. Пардон, полтора процента прибавил Nikkei 225. Почти процент Шанхай Композит. Европа в небольшом минусе торгуется сейчас в лице Фудси 100 британского индекса, который теряет 0,1%. И наши индикаторы оба и долларовый и рублевый. РТС прибавляет половину процента. 1413. МВБ скромнее. 0,1%. 1403. Его текущая годировка. Смотрим на сырье и на Форекс. Ну, собственно, сырьевые активы достаточно устойчивы. В частности, нефть марки Brent. 104 доллара 30 центов стоит бочка этого сорта нефти. Далее золото после пятницы продолжает снижение. 1350 стоит унция металла. И индикатор валютного рынка евро-доллар. 1,2860 небольшой отскок сегодня формирует эта валютная пара. Набор голубых фишек сегодня разнонаправлен. Прибавляет, ну, среди лидеров роста, как минимум, это акции ВТБ. 3,9, ну, 4% округлим. Чуть больше процента Газпром растет сегодня. И, 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 и. А, и процент Сбербанк. Половина процента Росгидро. Значит, остальные все красными сегодня рисуются. Северсталь. 1,5% теряет Сургутнефтегазпроцент. Почти процент акции МТС. И половина процента Лукоил. Вот такова картина маслом. Ну, что ж, правда ли, Андрей, как ты считаешь, правда ли, справедливо ли это утверждение, нетипично позитивный май выдался в этом году? Ну, на самом деле, такому раскладу, такому исходу, вернее, способствовало стечение ряда обстоятельств. Ну, это правильно, да? Ну, это, безусловно, правильно. То есть, та коррекция, которую, согласно распространенной поговорке, все ждут в мае, прежде чем уехать в отпуск летом, она случилась немножко раньше. Ну, и, кроме того, в начале этого мая случилось ряд событий в мире, заседание мировых ЦБ, европейского, вообще привело к снижению процентных ставок. Сложились, так сложились звезды, в кавычках, что наш рынок вырос вслед за мировым. Ну, вот вы правильно отметили, американцы. Это как раз начало, первая половина мая. Да, первая половина мая. То есть, в мире идет парад снижения ставок, монетарное смягчение, на это реагируют площадки, фондовые площадки, ростом. Ну, и наш рынок не может до такой степени расходиться с общей тенденцией, естественно, отвечает тем же самым. Плюс по дивидендам были позитивные истории в этом, по ряду компаний, они по ряду компаний опередили ожидания, что также подстегивало спрос на акции. Ну, и, безусловно, мы очень сильно упали в апреле и в марте до этого, поэтому мы не могли не вырасти. Да, просто падать дальше было бы неприлично, наверное, да? Олег, скажи, пожалуйста, ну, и вот эта вот тенденция, позитивная тенденция все-таки сохранится. Согласен ты с Андреем, что, ну, исторически, да, вот этот продажи в мае, они, может быть, были чуть раньше, а сейчас уже мы нацелены на осень, да, на осенний рост, ну, может быть, летом традиционно будет малая ликвидность, но, как бы, отпадать мы уже отпадали. Как ты думаешь? Если посмотреть от начала года, то мы находимся там уже приблизительно, где находились все предыдущие годы, чуть-чуть ниже закрытия предыдущего года. То есть, в целом, от начала года те инвесторы, которые хотели увидеть какой-то рост, они увидели вот только там в январе. И, в общем, с тех пор, я говорю про российский рынок, какой-то растущей тенденции, на мой взгляд, пока не сложилось. Мы имеем какой-то боковик, который вписывается там между максимумом и минимумом предыдущего года, ну, более локальные максимумы текущего и минимума, там, апреля. Вот. Конечно, позитивным фактором для российского рынка является обозначивающийся в последние две недели приток капитала. Вот, по данным Emerging Portfolio Fund Research, за последнюю неделю, которая закончилась, 15 мая, на российский рынок притекло аж почти 340 миллионов долларов инвестиционных вложений, фонды, ориентированные на вложения в рынок российских акций. Это рекорд за последние два года. Ну, аж все-таки в кавычке, да? Аж 380. Нет, я уберем просто, главное, смотреть статистику... Ну, как минимум, отток хотя бы, да, прекратился? Статистику по какому-то подможеству фондов, которые, на мой взгляд, это достаточно серьезные деньги для российского рынка, 340. Если учесть, что еще раньше притекало, там, недели раньше, 120 миллионов долларов, то почти, в общем, полмиллиарда долларов это российскому рынку надо переварить какое-то время. И поэтому мы видим такой рост в мае, на мой взгляд, обусловлен чисто вот притоком капитала. Прилив средств на фондовый рынок, он поднимает все фондовые линии. Прилив новой крови. Олег, а если не секрет, на твой взгляд, чем обусловлен приток капитала? Почему, ну, хотелось бы верить, да, что тенденция вот этой долгосрочной оттока капитала уже сломлена, или, может быть, это временное явление? Ну, я говорю о локальном притоке, который мы видим в мае, потому что с начала года, опять же, если брать, мы находимся в минусе, поэтому мы имеем суммарный отток капитала. Ну, связано оно, я думаю, с тем, что западные фондовые рынки уже во многом перекуплены. То есть, если сравнивать российский рынок и европейский, и американский, мы выглядим существенно дешевле по своим каким-то фундаментальным показателям, по отношению чистой прибыли на акции, по тем же самым дивидендам. И, может быть, часть инвесторов, которые уже зафиксировали свою прибыль на американском и европейском рынке акций, направляют свои средства сюда в расчете купить каких-то дешевых акций. Возможно, также вот тут сыграл определенную роль пересмотр структуры индекса MSCI, который был 15 мая, потому что там увеличили долю акций, таких как Газпром. Опять же, у Газпрома были объявлены менеджментом неплохие дивиденды. Все это могло оказать в совокупности поддержку российскому рынку акций, которые демонстрируют достаточно стандартную, на мой взгляд, динамику к 20 числу мая по сравнению с прошлыми годами. Вот после мая там наблюдается выбор, что либо мы делаем еще одну волну роста, то есть мы летом там как-то стоим, колеблемся, а потом начинаем осенью расти. Либо нас как-то всегда побывает кризис какой-то. Часто бывает, да? Внезапно. Это, по-моему, Александр Лившин еще сказал, что российский цикл известен. Летом жарко, зимой холодно, весной реформы, а осенью кризис. Вот. Поэтому нельзя исключать и такого поворота событий, поскольку, в общем, ситуация в экономике достаточно тревожная у нас сейчас, как мы это видим. Рост достаточно слабенький, то есть вот последний показатель по ВВП российскому 1,6 процента. Ну, что это такое? Американский ВВП растет более быстрыми темпами, чем российский. Для России это очень мало. Ну, то есть, если сравнивать американский и российский, мы не можем сравнивать экономики, наверное, да? Ну, да, по размеру они... Прирост ВВП, тем не менее, номинально в цифрах, конечно, 2,5 процента американской, как развитая экономика, да? Это прилично. И полтора, как развивающаяся экономика, это недостаточно. Андрей, несколько, буквально, минутка осталось еще. Твое мнение, ну, вот этот все-таки долгожданный приток капитала, это вещь спекулятивная, на твой взгляд? Ну, я думаю, что да. Если смотреть просто на анализ, вот, который дает эта организация по притоку денежных средств, то большая часть капитала ориентирована на наиболее спекулятивную его часть, на торгуемые биржевые фонды и ETF-ы. То есть, мы можем столкнуться в один момент с ситуацией, когда этот капитал так же быстро уйдет. Поэтому, да, рынок очень сильно упал, и ряд инвесторов краткосрочных, они, ну, скорее всего, захотели на этом заработать, направили средства в наш рынок, потому что действительно он очень дешев. К сожалению, нельзя, на мой взгляд, пока говорить о том, что формируется какая-то тенденция по приходу длинных инвесторов. То есть, нами правят, ну, как большую часть времени, наверное, какие-то краткосрочные истории, краткосрочные деньги. Ну, да, краткосрочные истории, краткосрочные деньги, и всегда очень интересно понять, да, вот, что в свою очередь направляет, что руководит умами этих самых иностранных инвесторов, когда они сюда приходят, либо наши внутренние... Жажда наживы. Жажда наживы, это глобально, это глобально. Ну что ж, мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим нашу беседу. Ну что ж, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, в гостях сегодня Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела, управляющий компанией Капитал, и Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела Промсвязьбанка. Мы говорим о том, как складывается ситуация на финансовых рынках, на рынке акций, которые, ну, нетипично для, видимо, этого времени года, а выглядят достаточно позитивным. И прежде всего, конечно, позитивный рынок акций, это рынок акций Соединенных Штатов Америки. Я еще раз напомню, недалее как в пятницу обновились исторические максимумы, исторические хаи по СНП-500. Ну, и нет никакого, по крайней мере, основания, даже глядя на график, я уж не говорю, глядя на что-то другое, ждать этого самого разворота, коррекции или разворота. Хотя разговоры об этом не прекращаются. Так вот, если все-таки опять на эти разговоры нам с вами вернуться, к этим разговорам вернуться, ну, с технической точки зрения, я не знаю, перекупленность рынка, да, очевидно, такое есть у нас в техническом анализе, перекупленный рынок, да, перекупленный, значит, там, я не знаю. Американский рынок растет фактически седьмой месяц подряд. Естественно, это не первый такой в истории рост семимесячный. Мы звали росты и больше, и 8 месяцев, и 10 месяцев. Я говорю об индексе СНП-500. Поэтому говорить, что вот он внезапно прервется и все обваливается, я бы не стал. То есть он вполне может продолжиться. Однако, все-таки... Извини, пожалуйста, меня умиляет очень такой подход, ну, опять, глядя на что-то, на график, на что-то другое, когда начинают, надо продавать СНП, почему? Ну, потому что он уже так вырос уже, ну, вот он сейчас прямо упадет. Ну, это же неправильный подход. Нет, это неправильный подход. Нужно играть в направлении существующей тенденции. Против тренда. И видеть какие-то знаки, признаки... Разворота, да? Разворота. Пока вот индекс СНП закрылся в минувшую пятницу ровно на своем там историческом максимуме, говорить о том, что там появились какие-то признаки разворота или ослабления тенденции... А смотри, смотри, Олег, максимум. На своем историческом, Андрей, максимум. Я читаю котировку. 1666. Это не повод, чтобы задуматься о развороте. 1666? Ну, ладно, ладно. Мы не будем в метафизику вдаваться. Итак, и тем не менее, смотрите, все же и разговоры ходят, да, вокруг текущей динамики на фоновый рынок, что все-таки зреет пузырь, некий надувается пузырь, в частности, вот на фоновом рынке. И, естественно, как бы, мы знаем, да, какова бывает реакция, когда пузырь этот лопается. Поэтому, чтобы не дать этому, так сказать, случиться, монетарные власти, и тоже разговоры мы эти читаем, там, средства массовой информации, каким-то образом могут эту ситуацию немножко подздуть, что называется. Вот каким образом, как это может выглядеть, Андрей? Ну, единственная, наверное, да, наиболее такая очевидная вещь, которая приходит на ум, это вот те разговоры, которые активизировались в последнее время об уменьшении программы, да, количественного смягчения, которое проводит ФРС США. Но, опять же, нужно постоянно держать в голове простую вещь о том, что главным для них является все-таки запуск стабильного экономического роста, который имеет вполне четкие критерии по инфляции, как по инфляции, так и по самому экономическому росту. Так вот, пока эти показатели не будут достигнуты, там, инфляция, там, 2%, то есть она пока вообще снижается в Америке, то говорить о каком-то серьезном сворачивании стимулирующих программ, наверное, рано. То есть в противном случае ФРС придется расписаться в какой-то своей, ну, скажем так, в том, чтобы эти программы не привели к какому-то существенному улучшению. Пока, как правильно отметил Олег, ну, по совокупности факторов рано говорить о развороте этой тенденции и о том, что ФРС может пойти на какое-то количество, уменьшение своих действий на открытом рынке. Ну, вот, тем не менее, на этой неделе они опубликуют очередной протокол, состоявшегося в первом мае заседании, плюс господин Бернанке будет выступать, и вот рынок, наверное, будет следить за теми комментариями, которые он будет отдавать и делать какие-то ожидания, прогнозы относительно дальнейшего развития событий. — Кстати, оба этих события, которые Андрей сейчас проанонсировал, они в среду, выступление Бернанка перед Конгрессом и публикация протокола «Минута к фону», так называемый. Вот там мы будем вчитываться, вслушиваться, всматриваться. — Да, среда самой такой напряженной будет, пожалуй, вечер, день недели. Но мне кажется, что есть еще один вариант, это при котором произойдет изменение состава руководства ФРС, когда там больше наберется людей, которые все-таки выражают опасения относительно. — Или как традиционно голубиные и ястребиные взгляды, да? — Они не составляют большинство. Большинство как раз составляют вот те, кто настроены продолжать это. Ну, в результате какой-то очередной ротации может так получиться, что там количество людей, озабоченных неблагоприятными последствиями количественного смягчения, увеличится, и тогда ФРС может начать постепенно смягчать. Не значит, что она вот в один прекрасный день не объявит и скажет, что вот, ну, они сейчас там по 85 миллиардов покупают, ну, начнут там по 60 покупать. По 40, постепенно. То есть, видимо, они все-таки начнут сворачивать рано или поздно свою гуманитарную программу стимулирования. Ну, когда это произойдет, пока никто не знает. — То есть мы все пребываем в ожидании, да? Мы как бы понимаем, о чем идет речь. Вот-вот, 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 но, тем не менее, происходит то, что происходит. Хорошо. И если предположить, что в каком-то формате, собственно, это будет заявлено, сегодня, ну, в смысле, на этой ли неделе, в среду мы услышим об этом, либо уже, может быть, на июньском заседании Федрезерва, да, когда там-то уж наверняка придется более-менее откровенно по этому поводу сказать. Вот к чему это может привести, ну, как минимум, в моменте и там среднесрочно, долгосрочно, Андрей? — Ну, безусловно, это будет воспринято не очень хорошо рынком. Наверное, в моменте это приведет к снижению. Говорить о глубине возможного, так скажем, падения сложно. Но, безусловно, эта новость будет воспринята негативно, потому что это то, чем живет рынок последние месяцы. А вот о дальнейшем тренде, ну, судить пока рано, поскольку, с одной стороны, сворачивание программы количественного смягчения будет говорить о том, что американская экономика вышла на устойчивые темпы роста. То есть глобально и долгосрочно это хорошо. То есть, ну, наверное, потребуется какое-то время инвесторам, чтобы эту мысль понять и откорректировать свою модель поведения. — То есть имеется в виду, что она растет устойчиво, да? — И вмешательство дополнительных, да, средств. — Да, уже требуется меньше, да, либо ни к чему. Поэтому эффект будет двоякий. Вот относительно выражения его количественно, да, ну, сложно, безусловно, сказать. — Мне кажется, что рано или поздно американские индексы все равно скорректируются к тем максимум историческим, которые они взяли, и по сейчас вот ставят новые, они должны как-то обратно вернуться к этим уровням. И как раз вот это может быть на фоне ожиданий того, что будет прекращаться стимулирующая программа ФРС. Рынок живет ожиданиями, скорее мы увидим сначала коррекцию, а потом уже ФРС что-то заявит. Может быть, даже мы какие-то признаки видим подобной ситуации сейчас на рынке золота и на рынке казначейских облигаций. Вот доходность растет, золото падает, значит, рынок ждет, что денег будет все-таки меньше. — Я понял. И смотрите, если посмотреть, если точнее интерпретировать, да, вот эти события на валютный рынок, что с долларом в глобальном смысле, в глобальной ситуации будет? — Я думаю, что у него есть шансы укрепляться. Но это не нужно американской экономике, вот все проблемы. Поэтому я думаю, что будут они пытаться поддерживать баланс. То есть в каком-то боковике, в котором он сейчас пилит, он будет продолжать пилить. — Ну, боковик опять, да, там можно на разных фреймах, видимо, найти разные уровни. — Ну, если брать по отношению к евро, как наиболее распространенной валюте, то там, по-моему, боковик продолжается чуть ли уже не... — Ну, это если ты смотришь на большие графики, да? — На большие, я исключительно смотрю вот в этом случае на большие графики. То есть где-то вот... — Снизу что-то? — С 2009 года. — Там вот мы снизу 1,20, сверху 1,50, и вот мы сейчас на 1,30, где-то в этом районе. — Где-то посередине, примерно посередине, да? — Ближе к нижней границе. — Ближе к нижней границе, но это вполне обоснованно тем, что Европа себя чувствует гораздо хуже, чем США. — Кстати, да, если вот, так сказать, проследить, да, или попытаться поговорить о возможном движении евро-доллара, да, то как бы здесь, ну, достаточно очевидно все, да, если событие в Америке или изменение монетарной политики Федрезерва придет к упреклению доллара, то ситуация в евро с точностью наоборот, да? — Да, наоборот. — То, что происходит сейчас, это будет говорить об ослаблении евро, и тогда, да, 1,20 вполне возможен. Кстати, а все-таки, Андрей, если о времени, о времени, ну, хотя бы приблизительно, 1,20 когда мы увидим? К концу года, не раньше? — Ну, очень-очень сложный вопрос. — Действительно, очень много факторов влияют на поведение валютной пары. Здесь и решение, возможно, ЕЦБ по дальнейшему снижению процентной ставки, которая может также привести к ослаблению европейской валюты. Ну, вот ближайшее заседание навечено, по-моему, в июне, то если будут какие-то дальнейшие шаги по снижению процентных ставок, то, понятно, тренд будет нисходящий, да, продолжим. Поэтому, ну, я бы ориентировался показателем к концу года, но, наверное, все-таки ориентир 1,25, может быть, 1,35. Вот в таком диапазоне валютная пара будет пребывать. — Ну, я согласен, потому что до конца года все-таки еще много и важных событий произойдет, то есть не говоря о том, что в выборе в Германии нас ждут. — Да, поэтому я думаю, что до выбора в Германии мы вряд ли увидим евро 1,20, поскольку это может стать козырем в руках людей, которые не хотят видеть слабую валюту. Поэтому, наверное, пока выборы в Германии не пройдут, здесь будет такое затишье, плавание, опять же, в боковом диапазоне. — Я понял. Хорошо. — Так, значит, тогда, смотрите, у нас осталось совсем немножко времени. Собственно, задача оставшегося эфира — поговорить о ситуации на российском фондовом рынке, ну и российской экономике, наверное, в том числе. Тем более, да, такие мысли у нас были уже в связи с тем, что на прошлой неделе закончилось, ну, по сути, ничем, да, ожидания многих экономистов не оправдались. Закончилось заседание Центрального банка Российской Федерации, ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне. Вот. Что будет, значит, на следующем заседании? Будут ли изменения какие-то? Ну, на ваш взгляд, по крайней мере, вот об этом мы с вами поговорим. Ну, поговорим уже чуть позже. Сейчас я еще раз проанонсирую. Итак, мы сегодня традиционно для этого времени в сухом остатке рассуждаем о текущей ситуации на финансовых рынках и, собственно, выделили то, что позитивный, нетипично позитивный май на рынке акций выдался в этом году. Ну, позитивный он прежде всего для рынка акций Америки, как уже выяснилось, но в то же время и российский рынок, да, показал какие-то, первую половину мая, по крайней мере, показал какие-то признаки роста, видимо, недолгосрочного, ненадежного, ну, что, собственно, опять-таки, нынешняя динамика и показывает. Значит, обо всем этом мы продолжим наш разговор, будем отвечать на вопросы, ну, предварительно послушаем новости на Финам.ФМ. Итак, продолжим наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела управляющей компанией «Капитал» и Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела «Промсвязьбанка». Мы с вами анализируем ситуацию на финансовых рынках и самое время поговорить о рынке российском, ну, и не только о рынке, а и ситуации в экономике, что тоже достаточно любопытно. Значит, единственное, еще раз я напомню для наших слушателей. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну что ж, и так, как можно охарактеризовать, в принципе, Андрея, ситуацию на российском фондовом рынке, и учитывая то, что происходит последние, ну, там, несколько недель, я уж не говорю, с начала года. Ну, в начале мая мы видели достаточно активный рост, правда, который был на не очень высоких оборотах, но вот, мне кажется, здесь в полной мере проявилось как раз вот следствие случившегося падения в апреле и то, что все-таки большинство участников рынка на майские праздники, которые в этом году были достаточно длинными, уехали в отпуск, воспользовавшись этим, не встретив какого-то явного сопротивления, плюс благодаря благоприятному стечению внешних факторов, оказал неплохой рост. Ну, я думаю, что то, что мы по-прежнему сохраняем позицию 1400 по ММВБ, все-таки говорит о том, что есть определенный настрой вверх, плюс деньги пришли дополнительные, которые достаточно в крупном объеме на фоне последних оттоков. Продолжать этот рост настрой есть, да, но, опять же, мы очень сильно зависим в последнее время от внешних рынков, но пока на внешнем рынке тоже все спокойно, я думаю, что мы будем продолжать расти. Ну, так скажем, традиционная история, это дивидендные отсечки. Ну, они уже все, да? Они отыграли свою роль, но, тем не менее, были приятные сюрпризы. По многим бумагам, сходя из текущих цен, дивидендные доходности были очень привлекательными, порядка 8-9 годовых. То есть, вот этот клубок, он, собственно, и привел к тому, что данный май был нетипичен. Нетипичен. В хорошем смысле. Да, в хорошем, безусловно. Олег, вот я смотрю сейчас на индекс, на график РТС, ну, я так понимаю, ММВ примерно так же похож, и очень вспоминаю, по крайней мере, последние несколько недель, часто слышу в средствах маршруной информации, что российские индикаторы, индексы, формируют развороты. Развороты. Вот я сейчас пытаюсь определить, а куда разворот? Либо дальше вниз, или все-таки он пытается нащупать опору и... Ну, видимо, имеется в виду, в данном случае, локальный разворот от того трехмесячного падения, которое мы видели с конца января по середину апреля, ну, чуть больше, чем по середину апреля. Там действительно есть локальный разворот. Но пока мы находимся в рамках такой, если посмотреть несколько шире, расходящейся консолидации, опять же, где-то ближе к ее середине, между максимумом этого года и минимумом этого года. И в этом смысле мы имеем какой-то блоковой тренд, выход из которого, ну, по крайней мере, в ближайшее время я не вижу, как он может. Не наблюдаю. Не наблюдаю, как он может. Ну, то есть мы продолжаем пилить в том же диапазоне, причем год от года у нас диапазон в последние годы все сужается, сужается. То есть максимум и минимум прошлого года пока больше минимум-максимумов текущего года. Ну, если, опять, с точки зрения технического анализа, да, так вот представить эту картинку, то это формирование какого-то треугольника, наверное. Ну, по сути дела, да. Как известно, фигура треугольника, фигура неопределенности, поэтому выход может превратиться во что угодно, каким-то всплеском. Потому что пружина сжимается, вопрос, в какую сторону она распрямится, это тоже зависит от состояния нашей экономики. Если, как все ждут, у нас начнется ускорение роста экономического, как все ждут, там, во втором полугодии, то, значит, у нас больше шансов будет по России выйти вверх. А если, не дай бог, опять случится какой-нибудь кризис, и обычно он наводится внешними факторами на российскую экономику, не знаю, там, падение цен на нефть, там, опять какой-нибудь кризис в какой-нибудь зоне, вот, то тогда мы имеем шансы. Нам бороться будет, да, в одиночку бороться с этими тенденциями будет сложновато. И, тем не менее, смотрите, если вернуться все-таки к разговору о текущей экономической ситуации в России, да, и представить, ну, наверное, все мы, понятно, живем в России, и хотелось бы, чтобы позитивная динамика, да, дело даже не применительно к фондовому рынку, да, выйти вверх или выйти вверх, вниз, но, тем не менее, хотелось бы надеяться, что все-таки нащупаются какие-то, да, поводы для экономического роста. Вот как раз сейчас правительство доклад направило президенту относительно мер, которые могут стать стимулирующими для российской экономики. В ближайшее время совещаний, наверное, никаких не будет, ну, вот был, помните, там, как раз вот рост на российском рынке акций, по-моему, начался там в преддверии выступления Путина перед, в рамках вот обращения его к народу. Это, по-моему, было где-то 20 какого-то там, 5-го, ну, такой скачок произошел. Вполне возможно, что какие-то очередные меры, которые будут предложены российскими властями и правительствам, они тоже будут отыграны российским фондовым рынком через какой-то вот подъем. Но вот в ближайшее время их не ждут, как я понимаю, на этой неделе, они будут только рассматриваться, утверждаться. На мой взгляд, в российской экономике по-прежнему две большие инфраструктурные проблемы. Известны еще с далеких времен дороги и дураки. Дипломатично две большие инфраструктурные проблемы, мне нравятся. Нет, я имею в виду дороги в общем таком внимании. Стратегическом, да? Стратегическом, да. И дороги развития, это не только дороги, по которым мы ездим. Это и железные дороги, вот, например, китайские железные дороги, они активно развивают железнодорожный транспорт, там, скорости движения поездов на порядке выше, чем на российских дорогах. Наши дороги, они летом выглядят, как после бомбежки 41-го года. Ну, не везде, конечно, в центре Москвы дороги идеальные. Ну, сейчас вот перекладывают в очередной раз. Что тоже, да, вызывает всегда массу вопросов. Если вот есть желание увеличивать экономический рост, то мне кажется, что нужно вкладываться в инфраструктуру. То есть делать дороги. Ну, как минимум. Как минимум, да. Или дороги стратегические точки зрения. Андрей, вот на твой взгляд, экономический рост российский, да, на чем может быть основан? Ну, я, наверное, вспомню тоже такую же тему, как качество самих государственных институтов. Тема достаточно распространенная. И бытует мнение на рынке, что вовсе не в экономической плоскости как таковой лежат проблемы экономического роста. То есть... России или в принципе? Я сейчас говорю о российском рынке. То есть нужно повышать качество работы чиновников, то есть качество работы с той же судебной системой, с тем, чтобы инвесторы, ну, на каких-то реальных делах ощутили улучшение того же самого инвестиционного климата. И тогда, возможно, отток капитала, который по-прежнему фиксируется в России, сменится притоком. Здесь у нас начнут... Уже долгосрочным притоком. Да, уже долгосрочным притоком. Это будет качественным разворотом, да, к устойчивому экономическому росту. Понятно, что дело не сиюминутное и не решается там мгновением какой-то волшебной палочки, но вот какие-то последовательные шаги со стороны властей в этом направлении, на мой взгляд, будут иметь нужный результат. Только осталось бы, да, чтобы эти шаги каким-то образом... Я бы обратил внимание тут вот на такой показатель, как производительность труда. Поэтому показателем мы сильно отстаем и от западных стран, и от восточных уже стран, практически во всех отраслях, в том числе и финансовые у нас производительность труда чуть ли не в два раза ниже, чем... А чем это объясняется? Плохим законодательством проходит и судебной системой. Несовершенной. Несовершенной судебной системой. Да, очень много времени требуется на разрешение всяких формальных дел, там, согласований, получения разрешений. Вот, и поэтому вот этот ключевой показатель производительности труда, на него очень много всего влияет. И если вот именно на его ориентироваться и пытаться увеличивать его везде, выдвинуть это, как мы знаем, цель корпоративного управления, то, наверное, тогда это поможет улучшению в том числе инициационного климата в России. То есть это должно быть одной из таких стратегических задач, наверное? На мой взгляд, да. Увеличение производительности труда в России должно быть стратегической задачей практически везде. Ну и безусловно, у нас исчерпан, так скажем, экстенсивный вариант развития экономики, который толкал, да, был локомотивом начала двухтысячных. И действительно у нас, наверное, в текущих условиях нет иного пути, как пытаться совершенствовать имеющийся ресурс, увеличивать эту ресурсную базу, качественно увеличивать. Только таким образом можно, не знаю, в текущих условиях конкурировать как внутри России, так и на международной арене. Вот очень часто, по крайней мере, на эту тему везде мы наблюдаем диалоги, диспуты, споры, иногда, может быть, даже такие достаточно нервные споры по поводу того, что а российская экономика сидит на сырьевой игле, и это неправильно, да, нужно диверсифицироваться, нужно, значит, еще что-то, как-то, чем-то там заниматься. Тем не менее, существует противоположная точка зрения, да, ну, это хорошо, это так случилось, да, Бог дал, что у нас есть эта сырьевая игла, просто, видимо, надо как-то более, более... Более динамично. Более динамично, да, совершенно верно, то есть не просто сидеть на игле, а еще, значит, каким-то образом улучшать. Ну, и вот эту названную инфраструктуру. Вот вы с какой точки зрения смотрите на развитие событий? Ну, безусловно, то есть тот ресурс, который есть, его нужно использовать во благо, и, ну, наверное, здесь, опять же, ответ будет банален. Да, благо, что у России есть природные ресурсы, но не нужно делать из них самоцель, то есть нужно использовать эту базу для построения каких-то качественно новых направлений, да, экономических отраслей и так далее, для того, чтобы заложить качественный фундамент будущего экономического роста, поскольку, ну, опять же, банальная истина, зависимость от цены на сырье, она чревата. И мы в истории очень много видели примеров, когда падение сырьевых цен приводило к краху экономики, в том числе и Советского Союза. Поэтому нужно диверсифицироваться, нужно делать это более энергично, наверное. Олег, твой взгляд? Мой взгляд заключается в том, что лучше не проедать это богатство, которое... Не проедать? Не проедать, а вкладывать в инфраструктуру. То есть, конечно, есть в государстве определенные социальные обязательства, и часть денег она направляет, и будет направлять. Но, мне кажется, нужно здесь увеличить все-таки вложение в инфраструктуру. Я еще раз к этому возвращаюсь, потому что именно инфраструктура определяет эффективность деятельности людей. Инфраструктура и дорожная, и транспортная, и законодательная, какая угодно. Вот. Тот же самый интернет, всякие новые технологии. И здесь, мне кажется, мы отстаем, и отстаем, прежде всего, по объему финансирования, которые направляются вот в эти... То есть, нужно увеличить объемы финансирования? Я думаю, что нужно значительно увеличивать объемы финансирования в инфраструктуру, опять же, с целью повышения производительности труда в целом нашей экономики. Сегодня фразу тоже я по поводу выступления господина Курдрина, у его бывших коллег из Госдумы. Фраза такая была в его адрес, по крайней мере, да, это реплика, что он, вот, будучи министром финансов, не давал деньги тратить, не давал развиваться. Вот, если, опять-таки, да, к твоей мысли вернуться, надо больше вкладывать эти деньги, значит, из каких-то других отраслей перекладывать, или для этого есть, значит, источники, источники? Вы знаете, я не министр финансов, мне трудно сказать, но я думаю, что все равно это нужно учитывать при формировании бюджета. Бюджет на этот год сверстан, и вряд ли возможно вытащить какие-то сейчас деньги из одного кармана и переложить их в другую. Вот именно, да, по поводу карманов. Поэтому я говорю, скорее, о будущем каком-то процессе, нежели о моментальном. Сейчас мы это не сделаем, это очень длительный процесс, это процесс годы, который может длиться, и этот процесс именно может стать источником экономического роста. Вот, если мы будем строить высококачественную транспортную сеть, которая свяжет хотя бы Москву с ближайшими городами, и наладим нормальное сообщение между этими городами, объем товара потока существенно возрастет. Я понял. Я понял. Хорошо, значит, сейчас у нас еще раз новости на Финам.ФМ, а после этого мы продолжим наш разговор о российском фондовом раме. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам.ФМ. Мы обсуждаем ситуацию на финансовых рынках. Позитивный май на рынке акций действительно достаточно любопытен, не похож на многие другие майы, которые были раньше. Вернувшись, возвращаемся к разговору о российском рынке, все-таки какие идеи, Олег, если они есть после, так сказать, отыгранных дивидендов, можно сейчас найти у нас? Можно сейчас найти? Как ты думаешь? Или сложно все-таки, да? Нет, нет, нет. Я думаю, что вот достаточно привлекательная электроэнергетика, судя по тому, как ее сильно опустили в предыдущие месяцы. Вот она, я не говорю в целом за все, но ряд компаний выглядят достаточно дешевыми, и это можно видеть, как они подскакивают там по 10, по 5, по 15 процентов. Если вы посмотрите на сектор там, время от времени какие-то такие происходят вспышки. Последняя, по-моему, была ИОН, мне кажется, вот в пятницу, что ли, до этого там. Да, да. Вот. Я думаю, что там кто-то подбирает такие вот всплески, я интерпретирую таким образом. Ну, то есть там низкая ликвидность, как минимум, да? Низкая ликвидность, сильно просели, и перспектива тех же дивидендов на долгосрочную, мне видится в том, что все-таки наше государство, наша власть склоняется к тому, что государственные компании, а в электроэнергетике там большинство полугосударственных, окологосударственных компаний, они должны будут платить 25 процентов, а может и больше прибыли в дивиденды. И это обеспечивает им достаточно высокую дивидендную доходность в перспективе. Хотя нужно, конечно, оговориться, что во многом это зависит от того уровня инфляции, который мы будем видеть. Потому что вот если мы посмотрим на американские акции, там, 2-3 процента дивидендной доходности при ставках инфляции, 1-2 процента, это одно, да? А в России там 6 процентов дивидендной доходности при инфляции, там, 7, это уже совсем другое. Ну, тем не менее. Хотя цифры, да, цифры радуют, да, но по факту получается... Ну, относительно инфляции получается, вот, в общем, то, что вы даже не сохраняете тот капитал, который вы имеете. Поэтому здесь интерес будет возрастать по мере того, как ЦБ удастся взять под контроль инфляцию. На мой взгляд, вот такого рода длительным, долгосрочным дивидендным историям. И пока ЦБ в своих планах закладывает ориентир 4,5 процента плюс-минус, там, полпроцента такой коридор. Вот. Соответственно, на мой взгляд, дивидендные истории интересны только в том случае, если они там выше инфляции в долгосрочной перспективе находятся. Ну и, конечно, при приближении отсечек. Есть еще интересная тема в отношении тех же дивидендных выплат, что они могут проводиться в течение года. То есть не всегда вот компании как бы отсекли, по-моему, а бывают какие-то вот... Вот компания МТС обещала, по-моему, дивиденды заплатить в течение года. Ну, говорят, еще каких-то других компаний. То есть, на мой взгляд, все равно инвесторов будут интересовать какие-то живые деньги. Плюс, конечно, текущая недооценка в тех секторах, в которых произошло достаточно сильное снижение. Взять тот же самый норильский никель. Тоже, на мой взгляд, интересная бумага, потому что сильно просела. И, опять же, если смотреть, что она будет пройдить те дивиденды, которые обещала в рамках, то там дивидендная доходность чуть ли не выше 8 процентов получается. А может быть, даже и поболее уже в зависимости от того, будет она продавать какие-то активы и выплачивать полученную сумму дивидендов или нет. Поэтому мне представляется, что все крутится вот вокруг какого-то минимального кэша, который акционеры могут получить тем или иным способом. А могут не получить. Кстати, если возвращаться к электроэнергетике, то, что нерешенные структурные проблемы внутри отрасли, они не создают отрицальное какое-то ожидание, Андрей. Безусловно, собственно, наверное, это является основной причиной той тенденции, которая была в электроэнергетике на протяжении всего этого года. То есть направление явно вниз. Почему она и допадала до этих уровней? Да, то есть те, скажем так, изменения, которые постоянно идут относительно изначально заявленных в ходе реформы, они приводят к тому, что у инвесторов пропадает система координат. Понятно, что в такой системе долго пребывать сложно. И, наверное, наиболее правильным выходом является выйти из этого сектора. Поэтому тут следствие все-таки непостоянства проводимой политики в области регулирования данной отрасли. Если говорить, на мой взгляд, относительно каких-то перспективных секторов, то я буду, наверное, неоригинален, если назову потребительский сектор. Возможно, телеком, исходя из соотношения того ожидаемого дивидендного потока и потенциала стоимости. Но внутри этих секторов, которые не столь многочисленны на российском рынке, можно выбрать несколько бумаг. Тот же самый магнит, МВД, МТС, Мегафон внутри телекомов. Т.е. вот примерно все. Банковский сектор, на ваш взгляд, в связи с тем, о чем мы уже обсуждали, в связи с возможным изменением там, за рубежом, там, за океаном монетарной политики или намек на этом, насколько устойчив будет банковский сектор, наш отечественный? Я вот разделил банки одни от других. Есть два крупных банка наши. Сбербанк. Ну, говоря о секторе, мы, наверное, прежде всего их имеем в виду. Вот Сбербанк, конечно, он имеет некоторый потенциал роста, но, мне кажется, роста там 30-40% вряд ли стоит ждать. Это, скорее, стоит ждать от каких-то более мелких банков, которые торгуются на российском рынке. Конечно, вложения туда рискованы, но именно там можно ожидать какого-то существенного прироста, поскольку их падение было весьма значительным. По состоянию где-то на середину апреля. Потом они начали восстанавливать какие-то позиции. Некоторые уже там прибавили 20-30%. Но есть шансы продолжить это все в случае. Если ЦБ будет снижать ставки, соответственно, это будет банком в помощи, это будет позитивным фактором поддерживающих интерес инвесторов к этому сектору. Что касается ВТБ, то основное это очередное СПО, как оно пройдет. Хотя говорят, что там все уже расписано. Но сегодня, по-моему, последний день предъявления. А нет, уже он закрылся, к сожалению. На прошлой неделе. На прошлой неделе, да. Таким образом, мы ждем объявления результатов от ВТБ, как он разместится. Приход туда каких-то стратегических инвесторов, на мой взгляд, будет оказывать поддержку. Но они придут туда. Ну, судя по тем заявлениям менеджмента, которые были. То есть они, как минимум, ждут этих стратегических инвесторов. Ту прибыль, которую им подарил ВТБ. Но в перспективе, на мой взгляд, вполне может начаться рост, если эти стратегические инвесторы захотят видеть. Кстати, на прошлой неделе, или в преддверии, когда начались разговоры по СПО, ВТБ, вопросы несколько раз поступали. Вот те инвесторы, которые по 13 копеек брали однажды, есть смысл им участвовать в этом мероприятии? Андрей, как ты думаешь? Конечно. Ну так, усредниться, что называется, да, раз за раз? Конечно. Ну, это вещь, наверное, идет о каких-то очень крупных инвесторах. Насколько физические лица, мелкие инвесторы, им же давали возможность продать эти акции, купленные на IPO по 13,6 копейки, обратно банку ВТБ. В рамках, по-моему, суммы 500 тысяч шла разговор. Видимо, те, кто остались, или те, кто по каким-то причинам не смог, я думаю, что стоит участвовать. Ну, правда, уже об этом говорить поздно. Срок преимущественного права истек 17 мая, и тут можно говорить уже в прошедшем времени. Поскольку там простая операция, то есть вы пишете заявку на покупку этих бумаг и продаете из своего портеля точно такое же количество бумаг, и на этом зарабатываете там 15% сразу же. Если подождать, то, наверное, будет еще побольше. Хорошо. И еще один вопрос касаемо сырьевого рынка, ну, наверное, сырьевого рынка, или, может быть, близки к этому наших компаний, наших отраслей, непосредственно сырьевки или, может быть, металлургов. Исходя из динамики цен на сырьевых площадках, что вы ждете вот на нашем рынке озвученных отраслей, Андрей? Ну, нефтяники, наверное, выглядят более привлекательно в сравнении с металлургами, исходя из каких-то общих ожиданий темпа восстановления в соответствующих отраслях. Нефть, как мы видим, стоит дорого. Ну, она как минимум стабильна все-таки. Стабильна и без каких-то явных проявлений к пробитию психологически важного уровня в 100 долларов. Все-таки это оказывает серьезную поддержку нашим нефтяникам. Но тут можно вспомнить и какие-то фундаментальные факторы вокруг нефтяных котировок. Та же самая напряженность вокруг Ближнего Востока, которая периодически обостряется, приводя к всплескам на рынке нефти, плюс тот же самый рост экономики в Америке, что также позитивно, значит, спрос на сырье будет расти. Поэтому вот здесь нефтяники выглядят, наверное, более привлекательно. Металлурги среди металлургов нужно быть более, так скажем, выборочным. В целом сектор находится под давлением, цены на сталь низкие. И здесь тот период, который должен пройти, восстановительный период, он немножко больше и длиннее. Поэтому с точки зрения приоритетов, наверное, в сторону нефтянки я отдаю свой голос. Олег, ты как смотришь на эти отрасли? Нейтрально. То есть ты сейчас бы не стал бы смотреть ни на нефтянку, ни на металлургов? Я как бы не вижу драйверов для роста значительного. То есть они, конечно, могут подрасти, особенно Газпром, если начнет решать свои проблемы. Но пока каких-то кардинальных таких факторов для достаточно сильного роста... То есть то, что они сильно упали, да, как мы говорили? Не все упали. То есть Газпром упал, безусловно. А вот там блокойл, например, он на максимумах насваивает. Рост нефти, ну, где-то между минимумом и максимумом. То есть оно упало там, но не сильно. То есть как бы там много заработать, как мне кажется, не получится. Поэтому у меня такой нейтральный взгляд на это. А что касается металлургов, они все отчеты свои увлекуют последние достаточно плохие. То есть если посмотреть на ЛМК, которого выгнали там из МСЦАИ, если посмотреть на сегодняшний отчет Северсталит, он очень слабенький. И поэтому, в общем-то, поводу для оптимизма особых нет. Возможно, это все вот наведенная проблема от вступления России в ВТО. То есть проблемы металлургов связаны как раз с теми проблемами ВТО, о которых мы говорили, падение цен. Ну понятно. Там много, много всяких проблем. Хорошо, огромное спасибо. Я заканчиваю. В гостях Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела управляющей компанией «Капитал», Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела «Промсвязьбанка». Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Успехов на рынке. До завтра.